Приветствую всех, с вами Олег Саламаха И сегодня мы с вами наконец-то узнаем имя победителя Кубка Мира Того, кто смог всех превзойти, у кого самые крепкие нервы И кто лучше всех, соответственно, играет на этом самом Кубке Мира Ну что ж, финал между азербайджанским суперграссмейстером Тимуром Раджабовым И китайским суперграссмейстером Дином Леженем Друзья, сегодня я решил немножечко поменять формат своих обзоров Дело в том, что комментировать каждый ход, рассказывать какие-то ошибки, раскладывать под микроскопом Именно короткие партии, поскольку мы с вами будем смотреть именно короткие партии С контролем 25 минут и 10 секунд добавления на ход А потом может быть и 10 минут и 10 секунд добавления на ход А потом и может быть блиц Так вот, друзья, я просто буду вам показывать партии Сопровождая их своими какими-то короткими комментариями Без особой всякой комповщины Постараюсь уложиться быстро, чтобы не занимать ни свое, ни ваше время И, соответственно, чтобы вы также получили удовольствие Ну что ж, друзья, давайте соблюдем нашу традицию Вы ставите прямо сейчас лайк под этим видео Поскольку это последний выпуск на Кубке Мира То есть именно обзоров Ну а я начинаю Итак, первая партия Тимур Аджабов играет белыми Дин Лежен играет черными Конь Ф3, Д5 Д4, Конь Ф6 С4, Е6 Конь С3, С5 СД, Конь бьет Д5 Е3, СД, ЕД И на доске у нас ферзевый гамбит Значит, Тараш Конь бьет С3, БС Ферзь С7, Слон Д2 Конь Д7, Слон Д3 Б6, Конь Ж5 Белые наскакивают своими фигурами Пока атакуют вроде бы пешку на поле Х7 И не дают черным рокировать в удобной мере Конь Д7 Значит, Конь Ф6 Ферзь Ф3 Напали на ладью Ладья Б8 Рокировка Слон Д6 Напали на пешку на поле Х2 Ферзь Х3 защитились Х6, Конь Ф3 Слон Б7 Угрожая взять на поле Ф3 И атакуя пешку на поле Х2 Ладья Е1 играет Тимураджабов Жертвуя пешку После слон бьет Ф3 Ферзь бьет Ф3 Слон бьет Х2 Король Ф1 Слон Д6 С4 У белых здесь За пешку пожертвованную Преимущество двух слонов И король Необеспеченный Значит, не обеспеченный Положение короля У черных Х5 играют черные Ну и вот здесь Тимураджабов Начал достаточно серьезно ошибаться Он играет ферзь Х3 Первый ход Немножечко не туда Следовало срочно Значит, пытаться Оживить своих слонов Ударом Пешки на поле А4 Грозить ходом А5 Тогда, например, Конь Ж4 Ферзь Е4 Снова не даем рокировать В этом случае будет мат На Конь Ф6 Играем ферзь А4 Далее слон идет на поле Ж5 И у белых здесь хорошая контр-игра Ход же ферзь А3 Неудачный Король Ф8 Играет Дин Лежень Он просто делает искусственную, как казалось, барракировку То есть просто уводит короля Ладья Б1 Ладья Д8 Слон С3 Ладья А6 А4 А4 Король Ж1 И Конь Х5 Здесь играя Дин Лежень Хотя намного сильнее было сыграть Конь, значит, Ж5 С угрозой Ж4 Если сыграть, значит, Ж4 белым самим Брать на проходе нельзя Ладья висит То находится очень сильный ход Конь Д5 Коня на поле Ф4 спускать смерти, подобное Нужно забирать Тогда ферзь бьет С3 И после ДЕ Ладья Ф6 Вот это очень сложно было понять Соответственно, в партии с быстрым контролем То, что здесь черные доминируют по черным полям То есть видите, как черные фигуры хорошо взаимодействуют И здесь у черных большой перевес После хода Конь Х5 начинаются настоящие качели Итак, Слон Ф1, Конь Ф4 Ферзь Ф3, Ладья Ф6 Ферзь Е4, Конь Ж6 Дин Лежень, опять же, тоже ошибается Не пуская ферзя на поле Х7 Но оказывается, что Х3 было очень сильно Дело в том, что ферзь Х7 пока не грозит Там король убегает на поле Е7 А если, например, сыграть Ж3, тогда Конь Х5 И дело в том, что везде грозит пробой Пробой на поле Ж3 Например, Слон бьет Х3, тогда Слон бьет Ж3 ФЖ, Ферзь бьет Ж3 И оба слона у белых, как мы видим, атакованы Итак, Конь Ж6 Ладья Б2 Х3, ЖН Ладья Ф4, Ферзь Х1 Конь Х4, мы видим, что Дин Лежень полностью захватил инициативу Позиции черных близка к выигранной После Ладья Е3, Ладья Ф5 Ладья Б5 Вот здесь Дин Лежень выпускает весь перевес Ходом Е5 Но повторюсь, что соперники, во-первых, очень нервничали Давил груз ответственности за То, что это последние решающие партии Тайбрейка То есть больше партии не будет И, соответственно, будет определен чемпион Е5 ход очень неудачный Выигрывал ход Слона Ф4 И на Ладья Д3, Король Ж8 Не допуская ту идею контр-игры, которая прошла в партии Итак, после Е5 Был сыграно С5 Слон Е7 И Ферзь Е4 Напали на Коня где-то Напали на Ладью И угрожаем ходом Ферзь H7 То есть Ладья Ф4 Значит, СБ АБ И Ферзь H7 Итак, белые фигуры вторглись Грозит мат на поле H8 Конь Ж6 Теперь Ладья бьет Е5 Пользуясь тем обстоятельством, что конем брать нельзя Потому что мат на поле H8 Ладья H4 Ладья H5 Ладья бьет H5 Ферзь бьет H5 И вот здесь уже действительно Дин Лежень Поняв, что выпустил весь перевес У белых лишняя пешка Два слона Атака, соответственно, у черных Вся прекратилась Он играет слон F6 Контратакуя пешку на поле D4 Но это на самом деле зевок Здесь вот действительно начались настоящие приключения То есть Ферзь F4 Здесь было правильно играть С идеей ходом Ферзь G5 Разменять Ферзей После Ладья F3 Ферзь бьет G5 Слон бьет G5 Слон C4 Слон F6 Черные Все равно здесь позиция у черных хуже Потому что у белых лишняя пешка Но они здесь еще могут Могут, что называется, долго и упорно бороться В частности, сейчас атакована где-то пешка на поле D4 Но после слона F6 Вот здесь Тимураджабов не нашел сильнейший ход А5, который сразу же выигрывал партию Дело в том, что это перегрузка И что делать? Делать-то, по сути дела, уже как бы и нечего Потому что угрожает продвижение пешки дальше Ферзи А логика этого варианта заключается в следующем Ну, брать, понятное дело, плохо И в этом случае, значит Черные теряют качество То есть, висит Ферзь, делать нечего Непонятно, как ходить Проигранная позиция После А5 Слон бьет D4 Если сыграть Вот этого не заметили, мне кажется, оба шахматиста Что после Слон бьет D4 Водя бьет D4 Ферзь B5 Восклицательный знак Висит мат на поле E8 И висит пешка на поле B6 И белый выигрывает На Водя D8 просто забираем АБ И у белых здесь огромный перевес Потому что пешка лишняя Причем мощная пешка, проходная И здесь, конечно же, черные должны проиграть После Ферзь B5 Как сыграл Тимур Аджабов сразу Последовала конь H4 Слон B4 шах Вновь побеждала та же самая идея Ход А5 Но Слон B4 шах Король G8 Водя E8 шах Это уже все не туда Но следует отметить, что Тимур Аджабов Находился уже в достаточно серьезном цейтноте В отличие от Дин Лежения Правда, к этому моменту они уже подровнялись Итак Здесь Немножечко события улеглись После конь F5 D6 Скидывает пешку Тимур Аджабов Ну и дальнейшие все Собственно события Привели к тому, что Белые получили преимущество двух слонов Но Энчпель получился примерно равный И соперники перевели игру В итоге В разноцвет Который оказался, естественно, мертвой ничейным И соперники согласились на ничью То есть пройдя через проигранную позицию Как мы видим Тимур Аджабов сумел В сытноте Очень точно сыграть Защититься Даже в какой-то момент Тимур Аджабов выигрывал Но он этого понять не смог И партия завершилась В ничью Ну что ж, после такой головоломной партии Мы с вами переводим дух И идем дальше Смотрим вторую партию С контролем 25 минут и 10 секунд Добавления на ход Итак, белыми играл Динли Жень Черными играл Тимур Аджабов С4, конь Ф6 Конь С3, Е5 Конь Ф3, конь С6 Ж3, Д5 СД, конь бьет Д5 На заске у нас английское начало Система четырех коней Слон Ж2, слон С5 Рокировка, рокировка Д3, Х6 Конь бьет Д5 Ферзь бьет Д5 Конь Д2 Напали на ферзя Ферзь Е6 Б3, ладья Е8 Слон Б2 Слон Д7 Е3, ладья Д8 Мы видим, что позиция получилась примерно равная После А3 Белые разыграли так называемую систему Ёж За белый цвет Ферзь С2 Слон Б6 Б4 Слон Ф5 Конь Е4 А6 Ладья Д1 Слон Ж4 Ладья Д2 Ферзь Х5 Ладья С1 Слон Ф3 Тимур Аджабов пытается разменять Значит, белопольных слонов После Ферзь Б3 Король Аш7 Конь С5 Слон Бьет С5 Ладья Бьет С5 Ладья Е6 А4 Б6 Ладья С1 Е4 Б5 АБ АБ Конь Е5 После Слон Бьет Е5 Ладья Бьет Е5 Ладья Бьет С7 Ладья Бьет Б5 Ну, по доске, что называется, как Мамай прошел Значит, ураган прошел по доске После Слон Бьет Ф3 ЕФ Ферзь Д1 Значит, здесь Белым пришлось немножечко Позащищаться После Ладья С5 Ладья Бьет С5 Бьет С Позиция получилась все равно Примерно равная И после Д4 Ферзь Ф5 Аш4 Ладья Б8 Вот здесь казалось бы, что ходом Ж5 Черные должны победить Но все равно находится точный ответ Король Аш2 И на ЖАш Ферзь С2 Дело в том, что Черные попадают под размен ферзей И окончание возникающее Ладейное все равно получается абсолютно равное Без пешки Но это ничья Ну, а после Аш4 Ладья Б8 Ферзь С2 Ферзь Бьет С2 Ладья Бьет С2 Никаких матов Значит, здесь у белых нет Позиция очень быстро разгрузилась И соперники согласились на ничью Таким образом, друзья Контроль 25 минут и 10 секунд Не выявил победителя И соперники начали играть Две дополнительных партии С контролем 10 минут и 10 секунд Добавления на ход Идем дальше Белыми играл Тимур Аджабов Черными играл Дин Лежень Конь Ф3 Д5 Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь С3 С5 Е3 Значит, ДС С4 На доске у нас Ферзевый Гамбит А6 Рокировка Б5 Слон Е2 Конь Д7 Д5 ЕД Конь Бьет Д5 Слон Б7 Конь Бьет Ф6 Ферзь Бьет Ф6 А4 Подрывая ферзевый фланг Но Б4 Е4 Такая вот интересная жертва пешки С целью попытаться опередить соперника в развитии А6 Не обращая внимания Ферзь С2 Слон Д6 Слон Е3 Рокировка Конь Д2 Слон Ф4 Ну и после этого позиция Опять же начала очень быстро упрощаться Соперники в принципе Закрыли позицию Походили немножечко туда-сюда И первая партия закончилась в ничью Таким образом снова у нас не был выявлен победитель И мы с вами смотрим вторую партию С контролем 10 минут и 10 секунд добавления на ход Итак, в ответной партии Белыми играл Дин Лежень Черными играл Тимураджабов С4 С4 Конь Ф6 Конь С3 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Ж3 Д5 СД Конь бьет Д5 Слон Ж2 Слон С5 Рокировка Рокировка Д3 Х6 Конь бьет Д5 Ферзь бьет Д5 Конь Д2 Мы видим, что соперники повторяют позицию Ферзь Е6 Б3 Ладья Е8 Слон Б2 Слон Д7 Ладья Ц1 Слон Д4 Слон бьет Д4 ЕД И теперь после Конь Е4 Б6 Коня на поле С5 Не пустили Черные А3 Ладья Ц8 Ладья Е1 А5 Ладья Ц4 Ф5 Конь Д2 Ферзь Д6 И здесь вместо хода Ладья Ц2 У белых был сильный ход Ферзь А1 Тимураджабов этот ход Не нашел Сыграл Ладья Ц2 После хода Вернее Дин Лежень Играл белыми Не нашел этот ход Сыграл Ладья Ц2 После Конь Е5 Конь С4 Конь бьет Ц4 ДЦ Пожертвовал Пешку Дин Лежень Сыграл Значит Тимураджабов Ферзь бьет А3 Пешку забрал После ферзь бьет Д4 Ферзь бьет Б3 Ладья Б2 Ферзь А3 Ц5 Находит великолепный шанс Дин Лежень Он скидывает еще одну пешку После БЦ Ферзь Ц4 Шах Король А8 Ладья Б7 Все пешки у черных разбиты Но две лишних И после Слон Е6 Слон Д5 Слон бьет Д5 Ферзь бьет Д5 Ферзь Ц3 Ладья Б1 Ферзь Е5 Игра у нас После ферзь Ц6 Ладья А8 Ладья Ц1 Перешла Форсировано В ладейное окончание Которое Как обычно Это часто бывает Оказалось Попросту ничейным То есть Несмотря на то Что здесь лишняя пешка У черных Она никаким образом Не может быть реализована И здесь После король Ж2 Соперники Согласились на ничью Таким образом Друзья И контроль 10 минут И 10 секунд Добавление на ход Также не выявил победителя И партия у нас Перешла Уже просто В блиц Блиц контроль 5 минут И 3 секунды Добавления на ход Ну что ж Смотрим Итак Белыми играл Дин Лежень Черными играл Тимур Конь Ф3 Конь Ф6 Ж3 Д5 Слон Ж2 Е6 Рокировка Слон Е7 Д4 Рокировка С4 Дц Ферзь С2 А6 А4 Слон Д7 Ферзь бьет С4 Слон С6 На доске у нас Разыграно Каталонское Начало Слон Ф4 Слон Д6 Ферзь С1 Конь Д7 Ладья Е1 Ферзь Е7 Стороны пока Просто развиваются Конь С3 Слон Бьет Ф3 Слон Бьет Ф3 Слон Бьет Ф4 Ферзь Бьет Ф4 И С6 Ставя Барьер На пути Слона На поле Ф3 А5 Зажимая Черных На ферзь Фланге Ладья Д8 Ладья Д1 Е5 Ферзь Е3 Ладья Е8 Д5 Е4 Слон Ж2 СД Конь Бьет Д5 Конь Бьет Д5 Ладья Бьет Д5 Е5 Получилась Примерно равная Позиция Слабости Ни у кого нет Конь Ф6 Ладья Бьет Д8 Ладья Бьет Д8 Х3 Ферзь Б4 Б3 Х5 Король Х2 Ладья Д5 Мы видим Что Тимур Раджабов Напал на пешку На поле А5 Ферзь Ф4 С идеей Отыграть после шаха Пешку на поле Б7 Все это так и происходит Атакована пешка На поле Ф7 Ферзь Ф5 Атакуя пешку На поле Ф2 Король Ж1 Е3 ФЕ Ферзь Е6 И мы видим Что Тимур Раджабов Скинул пешку Но положение Короля У белых Конечно не позволяет Рассчитывать Им на нечто большее Тем более что Опаснейшая связка Ферзя с конем Против Ферзя со слоном После короля Ф2 Ферзь Ф5 Ферзь Ф3 Ферзь Е6 Е4 Ж6 Король Ж1 Конь Д7 Ферзь С3 Конь Е5 Мы видим Что черные Несмотря на то Что пожертвовали пешку Прекрасно расположены Слон у белых Очень тупой Б4 Ферзь Д6 Ну как тупой Можно сказать по другому Да Плохой слон Вы говорили что Тупой нельзя говорить Хорошо Скажем Плохой слон У белых Потому что он Ограничен Своими пешками Стоящими на белых полях Итак Король Ф2 Конь С6 Ферзь С5 Ферзь Д4 Шах Атакуя пешку И после ферзь бьет Д4 Конь бьет Д4 Казалось бы Белые должны побеждать Потому что у них остается Лишняя пешка Но оказывается Что успевают Черные съесть пешку На поле Б4 Е5 Конь С2 Слон Д5 Король Ж7 Не отдавая пешку На поле Ф7 После Е6 ФЕ Слон бьет Е6 Конь бьет Б4 Король Е3 Король Ф6 Слон Д7 Король Е5 Неожиданно черные Начали играть на победу Дело в том Что у черных Вернее отдаленная Проходная пешка Слон Е8 Конь Д5 Король Д3 Конь Е7 Король С4 А5 Король С5 Король Ф6 Освобождая коня Из-под защиты Пешки на поле Ж6 Король Б5 Конь Ф5 Король бьет А5 Конь бьет Ж3 Слон Б5 Ж5 Король Б4 Король Е5 Король С3 Король Ф4 И вот здесь наступил Критический момент В партии Поскольку партия Игралась с контролем 5 минут и 3 секунды Добавления на ход Это был достаточно Такой Жесткий Блиц И вот здесь Вот Дин Ли Жен Не разобрался Дело в том Что здесь Делал ничью Единственный ход Король Д4 После конь Ф5 Король Д3 Аж 4 Слон Д7 Белые успевают Все защитить Конь Е3 Король Д4 И прорыв не проходит Ж4 Аж Аж 3 Ж5 И на Аж 2 Просто играем Слон С6 Дело в том Что черные Никак не успевают Перекрыться Своим конем Чтобы пешка Куда-то прошла В итоге получается Ничья Но после Король Ф4 Дин Ли Жень Измотанный И усталый На секундах Сыграл король Д2 И этот ход Уже проигрывает Потому что после Конь Е4 Важнейшее перекрытие Король идет на поле Ж3 А самое главное Что конь занимает Великолепное поле Ф2 Король Е1 Король Ж3 И теперь разница Очевидна После слон Д7 Аж 4 Ходом Конь Ф2 Черные выигрывают Пешку И пешка Аж Идет в ферзи Е3 Конь Ф2 Король Ф1 Конь бьет Аж 3 Е4 Конь Ф4 Е5 Аж 3 Слон С6 Аж 2 Слон Б7 Ж4 Слон С6 Король Аж 3 Слон Б7 Ж3 Белые так или иначе В итоге попадают В Цук Цванг После слон С8 Король Аж 4 Слон Б7 Король Ж5 Слон Е4 Король Ж4 Е6 Пришлось Значит из-за Цук Цванга Двигать пешку вперед Потерялась пешка Но дальше Можно было и не играть После Конь Ф2 Пешка Аж Неизбежно проходит Ферзи Король Ф1 Король бьет Ф3 И здесь Дин Лежень Признал свое поражение Потому что он просто Вскоре получает мат Так как у черных Пешка проходит Ферзи Вот так вот Дин Лежень Ошибается И Тимур Раджабов Одерживает Очень важную Победу Черными фигурами И теперь Для того чтобы Тимуру Раджабову Получить статус победителя Кубка мира Достаточно было Не проиграть Белыми фигурами Но Дин Леженью Чтобы попытаться Перевести игру В Армагеддон Необходимо было Настоящее чудо Ему необходимо было Выиграть по заказу Черными фигурами Итак Смотрим друзья Решающую партию Белыми играл Тимур Раджабов Черными играл Дин Лежень Е4 С5 Конь Ф3 Д6 Д4 СД Конь Бьет Д4 Конь Ф6 Конь С3 Конь С6 Слон Е2 Е5 Конь Б3 Слон Е7 На доске у нас Сицилианская защита Слон Ж5 Рокировка Слон Бьет Ф6 Слон Бьет Ф6 Конь Д5 Слон Ж5 Слон Ж4 Слон Е6 Рокировка Ж6 Слон Бьет Е6 ФЕ Конь С3 Ферзь Е7 Ферзь Д3 Ладья Д8 Ладья Д1 Мы видим что белые фигуры Прицелились к слабой пешке На поле Д6 А6 А3 Король Ж7 Ферзь Ж3 Х5 Конь Е2 Не забываем друзья Что Дин Леженью Необходима победа Черными фигурами Только так он может Продолжить борьбу Д5 Поэтому прорывается Дин Лежень После Ферзь С3 Ладья Ф6 Ферзь С5 Ферзь Ф7 Уклоняется от размена Ферзей С3 А4 А4 Ладья Д7 Ферзь Б6 Ладья Е7 Мы видим что все четко Делает Тимур Аджабов Наскакивает своими фигурами Конь Б7 Король А7 Б4 Д4 Ну а что делать Приходится все равно рисковать Конь Д3 Атакуя пешку на поле Е5 Водя Д7 Ферзь С5 Значит ДС Ферзь Бьет С3 Пешка на поле Е5 Очень слабая Слон А6 А4 Конь Д4 Конь Бьет Д4 ЕД Ферзь С4 Несмотря на то что позиция упрощается Все равно позиция белых лучше Конь на поле Д3 Гораздо сильнее слона на поле А6 Ферзь Е7 Конь Е5 Ладья С7 Ферзь Бьет Д4 Мы видим что Белые уже выиграли пешку Слон Ф4 Конь Ж4 Ладья Ф7 Е5 Ладья Ф5 Б5 АБ АБ Черным фигурам буквально нечем дышать Белые захватили все ключевые поля Ж5 Б6 Ладья С6 Ферзь Е4 Ставят черным очень красивую ловушку В которую В принципе и попался Дин Лежинь Поскольку на часах у него было уже очень мало времени Ему необходимо побеждать Он забирает пешку на поле Б6 И получает удар Ладья Д7 После которого действительно уже не встают Это нокаут друзья Настоящий Чистая победа Как говорят Flowers Victory В небезызвестной игре Mortal Kombat Что означает Чистая победа Связка И на ферзь бьет Д7 Конь Ф6 Шах Выясняется что Ладьей взять нельзя Потому что она связана ферзем И все дальнейшее По сути дела Просто Добивание После конь бьет Е6 Еще одного удара Под дых Китайский Супер Гроссмейстер Признал свое поражение И таким образом друзья Ликуйте Ликуйте фанаты Азербайджанского Супер Гроссмейстера Тимура Раджабова Он чемпион Он забирает Кубок Мира Никто не ставил на Тимура Раджабова В самом начале Его выступлений Но вот Тимур Раджабов Доказал что Несмотря на то что Вроде бы он до этого Был в тени Выступал не слишком то Удачно На всех супер турнирах Что его еще рано Списывать со счетов И что он Не зря Назывался Соответственно Последователем Великого И могучего Чемпиона Мира Гарри Каспарова Надеюсь что Тимура Раджабов Порадует нас еще Своими красивыми Победами Ну а у меня На сегодня все Переводим дух Друзья Сразу скажу что Тимура Раджабов Занял первое место Дили Жень Занял второе место Ну а Максим Ваш Евограф Обыграв на тайбрейке Со счетом 2-0 Без всяких проблем Китайского шахматиста Юйен Йи Занял третье место На этом самом Кубке Мира Если обзор Вам понравился Друзья То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Включайте колокольчик Чтобы не пропустить Новые интересные видео На моем канале В частности Например Обзор избранных партий Турнира На острове Мэн Швейцарки Которая вскоре Стартует И которая Также дает Одну путевку На турнир претендентов Будет очень интересно Поэтому Оставайтесь на канале Те кто подписан Ну а кто не подписан Подписывайтесь Еще раз повторюсь Ставьте лайки И До новых встреч Друзья Всем пока